Божественная литургия, чтение премии, а также пение канона, в котором подчеркивается величие преображения, все это особые ритуалы богослужений, которые традиционно проводятся в церквях 19 августа. История связывается с этим праздником события на священной горе Фавор, на которую незадолго до своего распятия привел учеников Иисус. Значение для нас, вот как для последователей Христа, этот праздник имеет именно как укрепление нашей веры, что воистину перед нами обетованный Спаситель наш Господь Иисус Христос. Праздник преображения хорошо отражен в религиозной литературе, в которой в городской библиотеке имени Пушкина отведено особое место. Самыми интересными детскими коллекциями прихожане Святосимеоновского собора могли познакомиться в рамках выставки, которая разместилась во внутреннем дворе в праздничный день. Выставка рассказывает, что это за праздник, чем он интересен, какие его особенности. Ведь в августе у нас несколько таких праздников с несколько похожими названиями. В чем их отличие, почему они появились, и почему прихожане приходят сегодня в церкви, в соборы, и что они с собой приносят, чем этот праздник отличается от всех остальных. И сегодня наш фонд как раз об этом рассказывает. Плюс ко всему, так как у нас очень большое количество детей посещает городские библиотеки, мы принесли книги из фондов для детей, чтобы они буквально с дошкольного возраста знакомились не только с библиотеками, но и с религиозными праздниками. В этот день верующие традиционно приносят в храм для освящения плоды нового урожая – яблоки, сливы, виноград. Считалось, что это своеобразная награда за год тяжелого труда. И освящая яблоки, Божьей благодатью можно освятить и труды земные. Но все же в первую очередь праздник преображения Господня несет в себе смысл духовного преображения человека, который путем искреннего раскаяния очищается от грехов и духовно преображается. Поздравляю с праздником преображения Господня, с помощью Божией вашим семьям, вашим домам и вашим самым близким людям. Конечно же, безусловно, желаю, чтобы, братья и сестры, сегодня мы не просто воспоминали эти события молитвенно, но, конечно же, преображалась и наша душа, и наша жизнь, и наше сердце. Это очень важность в наши непростые дни и в наше непростое время. Поэтому Бог вам в помощь с праздником преображения Господня.